То есть там купаться вообще вот нельзя, поэтому выбирайте место, если вам нужен именно пляж в шаговой доступности. Вот впереди перед нами Lighthouse Beach, он расположен рядом с маяком, уже в другой части Павса. Если вы приезжаете в несезон, море здесь немножко потеплее, так как пологой песчаный заход в воду, что на Лара-бич, что на Коралл-бэй. То еще хорошо на этом пляже, здесь практически нет волн, потому что, как вы видите, он расположен в бухте. Но в любом случае здесь даже всегда волн меньше, чем в любом другом месте Павса. Поэтому если вы с детьми отдыхаете или просто вам нужен классный песчаный пляж, то бронируются отели рядом с этой бухтой Коралл-бэй. Пляжи в Павсе достаточно каменистые, и есть вот такие вот островки. Вот это, например, весь Сауди-бич, их две части, один около отеля, другой публичный, где есть песок. Но опять, песок не белого цвета, то есть такого, что идет вся морская линия и рядом белоснежный песок, такого в Павсе нету. Поэтому если вам нужна близость моря, то выбирайте, прежде всего смотрите, чтобы был рядом с пляжем, допустим, и песчаный пляж, иначе вы можете жить, но, допустим, жить вот как за мной на камнях, и что в море вы не зайдете. Вообще бросается в глаза, что очень спокойно, вот по сравнению со всеми даже остальными городами. И спокойнее, чем в Ларнике, и спокойнее, чем, конечно же, в Янапе, естественно, даже в Лимассоле. Такой больше пожилых людей, молодежи не особо много. Вторая часть, весь Сауди-бич, вот паблик-бич тут даже написан. Но хотя зонты тоже везде и платные, как и везде. Два с половиной евро зон, два с половиной евро санбет, лежак. Вот как видите, вот идет песок, а дальше либо идут камни, либо, вот, например, там вообще стоянка яхт и кораблей. То есть там купаться вообще вот нельзя. Поэтому выбирайте место, если вам нужен именно пляж, в шаговой доступности, чтобы не жить на первой линии, допустим, на камнях, и купаться, ходить за два километра. Можно взять что-то покушать и, например, посмотреть на набережные закаты. А можно здесь прокатиться на велосипеде. Не знаю, кстати, почему, вот в отличие от другой Европы, никто не катается на велосипеде, не бегает. Такие красивейшие пейзажи. Такой вот закат на набережной Пафоса. Вот впереди перед нами Лайтхаус-бич, он расположен рядом с маяком, уже в другой части Пафоса. Не там, где я гулял по набережным. И дальше такого же плана, вот, Кефалос-бич. То есть песчаный классный пляж, самый ближайший, это Коралл-бэй. Там действительно классно. Езжайте на Коралл-бэй, даже просто такси возьмите, если не хотите арендовать машину. На машине буквально 10 минут. Ну вот мы даже спросили в отеле, а сколько пешком? Ну, час, говорит, можете, если хотите прогуляться. Но мы взяли машину, очень красивое тоже место, с голубым, голубое море. Там есть пару мест с лежаками в отеле, можете съездить туда. Вот если есть желание, можете спуститься около церкви Святого Георгия. Тоже вот такое красивое место для купания. Дорога до Ларвич, а следовательно и до ущелья Акмос, вот, проходит по такому бездорожью. Я еще удивлялся, что Мапсми по карту показывала, как можно 40 километров ехать час лишний. Но действительно так и есть. Так что рассчитывайте это время. А если у вас стоит галочка, вы в договоре, что не ездят по такому бездорожью, скажите, что вы ездили в Римасон, не говорите, что сюда ездили. Когда будете сдавать машину. Вот он Лара Бич, или как его называют еще, Черепаший пляж. Так как здесь черепахи откладывают свои яйца. Действительно классное место, уединенное, куда стоит съездить, несмотря на такую дорогу. Если вы именно хотите красивый пляж и красивое место, вот я был еще на скале Петру Турамио, скала Афродиты. Вот там и покупаться можно, и более красивое место. Я бы рекомендовал, если у вас есть выбор, и ограниченное время ехать туда или туда, все-таки поехать на Петру Турамио, так как там и красивее виды, и можно искупаться, и рядом есть кафе, ну и дорога проходит по нормальной местности, а не по бездорожью. Петра Турамио, скала Афродиты, белая скала, которая спускается в море, одна из самых красивых на Кипре. Многие считают, что даже самое красивое, безумно красивое место, обязательно стоит посетить. Ну, самое удобное, взять машину и путешествовать на машине по таким местам. Вот мы потихонечку спускаемся вниз по тропе. Тут можно искупаться. Вполне заход в пляж нормальный. Многие люди купаются. Если вы приезжаете в не сезон, море здесь немножко потеплее, так как пологий песчаный заход в воду, что на Лараби, что на Коралл Бэй. Вообще классно освежает, что мне нравятся первозданные природы, как вы видите. Но на любителя. Тот, кто предпочитает отдых такой, чтобы лежаки, кафе, ну на такие пляжи не стоит ехать. Вот мы приехали на пляж Коралл Бэй. Он расположен в 12 километрах от центра Пафоса. Поставил прямо по карте, показал 12 километров от места, где мы живем, Ката Пафос. Как вы видите, голубая чистейшая вода. Вот что мне нравится, вот если пройдет чуть вправо, есть такое уединенное место, где меньше людей, лежаки стоят буквально вот по одному лежаку и практически никого нет в море. то еще хорошо на этом пляже. Здесь практически нет вол, потому что, как вы видите, он расположен в бухте. Но в любом случае, здесь даже всегда вол меньше, чем в любом другом месте Пафоса. Вот смотрите, какое здесь голубое чистейшее море. Мы приехали на машине, но сюда ходят автобусы. Как честно, просто не знаю, но вижу здесь остановки, что из города ходит автобус Коралл Бэй. Можно доехать на 615-м автобусе. Отходит он с автовокзала Ката-Пафос. Автовокзал рядом... Ну, Ката-Пафос – это центр города, и автовокзал называется Харбор. Прямо из центра города. Стоимость проезда – полтора евро. Вот так можно добраться на общественном транспорте. Скажу однозначно, пляж Коралл Бэй мне понравился. Лежаки здесь стоят так же, как и в других местах. 2,5 евро лежак, 2,5 евро зонтик. Если вы вдвоем, то есть 2,5 евро один лежак, 2,5 – другой, и 2,5 зонтик, 7,5 евро вы потратите на двоих. Так же, как и в других местах Пафоса. Да, еще здесь вода теплее, потому что вот такое мелководье. Вот я иду пешком, хотя от берега вон как далеко. Снимаю вам это видео. Поэтому здесь она не только чистая вода, но и теплее, чем, например, в самом Пафосе. Если вы спускаетесь, идете правее, как раз вот есть такое место, где меньше лежаков, ну и практически народу, вот как видите, за мной нет в море, хотя сейчас самый пик 2 часа дня. Если у вас есть возможность, здесь много отелей, то классное место для отдыха с детьми, так как очень мелководный пляж, песочек, на самом Пафосе везде, посмотрите мое видео, там заход каменистый, неудобный для детей очень. Поэтому если вы с детьми отдыхаете, или просто вам нужен классный песчаный пляж, то бронируются отели рядом с этой бухтой Коралл-бэй. Более оживленная часть Коралл-бэй. Вот здесь есть различные водные аттракционы, мотоциклы, горки для детей, какие-то ватрушки. Сейчас убирают просто. А так можете тоже покататься, чтобы поехать в Пафос, Ларнку или в другие города Кипра, в Янапу, в Лимассол. Оформировать шенгенскую визу не обязательно. Можно сделать онлайн про визу, можно сделать самостоятельно. Но есть некоторые нюансы, например, выходные, они не работают, вылетать можно только из России. Более подробно я рассказывал в видео, как получить визу на Кипр. Под этим видео есть контакты или зайдите на наш сайт виза-сам.ру и обращайтесь. Мы можем сделать вам под ключ в течение одного рабочего дня.